Дорогие друзья, я, как всегда, очень рад в этом замечательном доме в Покровских Воротах, одном из самых гостеприимных мест Москвы, приветствовать вас. Здесь всегда я чувствую себя комфортно, и вы, по-моему, чувствуете себя комфортно. Это одно из тех, действительно, тех уголков, где сохраняется интеллектуальная свобода и возможность дискуссии. И, как сказал сейчас Андрей Вячеславович, дискуссия на очень широких группе. И темы исключительно религиозного свойства, и темы политического свойства, нравственного свойства. Это важно. Поэтому первая моя благодарность – это благодарность организаторам. Организаторам и хозяевам этого замечательного дома, который позволил мне здесь встретиться и рассказать, в том числе и об этой книге, которую вы можете взять бесплатно совершенно, потому что это проект нашей партии, партии Народной Свободы, Парнаса, чтобы общество, русское общество, познакомилось с документами по декоммунизации, которые принимала Европа, и которые мы практически не знаем. Даже я, надо сказать, занимавшись этим вопросом специально, только постепенно и далеко не сразу узнал, что одновременно со мной вся Европа не просто думала об этом, я знал, что какие-то процессы проходят, но теоретически эти все проблемы решала, исследовала, исследовала, выпускала специальные, парламентская ассамблея Совета Европы, выпускала специальные резолюции, знаменитую резолюцию 1096, в первую очередь 1996 года, которая вообще никогда не была переведена на русский язык, она есть только на английском языке, на французском, немецком, потому что в ПАСЭ Российская Федерация была принята в конце 1996 года, а резолюция это февраль 1996 года, и тогда перевода на русский язык не было. Поэтому части документов мы перевели впервые, а эта резолюция 1096, она важнейшая, она самая главная. Все остальные, они в какой-то степени ее развивают, на нее ссылаются, от нее отталкиваются, они уже есть на русском языке. И опыт ассамблеи, опыт этой работы, он для нас очень важен. Почему? Да потому что мы аккуратно совершили все те ошибки, буквально все те ошибки, которые предупреждала Европа нас и вообще весь мир нас не делает, который говорил о том, что если вот не будет сделано того-то, того-то и того-то, то будет то-то, то-то и то-то. И вот в 1996 году в третьем, в этой резолюции, в третьем ее параграфе было написано, при неудаче переходного процесса, то есть от тоталитарного коммунистического государства к демократическому, есть риск столкнуться с многочисленными опасностями. В лучшем случае, вместо демократии установится олигархия, коррупция вместо верховенства права и организованная преступность вместо прав человека. В худшем случае результатом может стать бархатная реставрация тоталитарного режима или даже насильственное свержение молодой демократии. В подобном худшем сценарии новый недемократический режим в большой стране может также представлять международную опасность для более слабых соседей. Ключ к мирному сосуществованию и успешному переходному периоду заключается в достижении тонкого баланса, когда правосудие вершится без стремления к мчению. Мы видим, дорогие друзья, что эти предупреждения не сбылись для тех стран, которые эту резолюцию приняли и уже до принятия резолюции действовали в этом направлении и вполне сбылись для нас, ну и, по сути говоря, для всех 12 республик бывшего Советского Союза, некоторые из которых сейчас большим трудом, как Грузия, Армения, Украина, вылезают из этого состояния, а некоторые даже и не вылезают, в том числе и Россия, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан. И вот возникает вопрос, почему? Почему? Почему была принята эта резолюция, почему были проработаны другие документы? Был документ 2006 года, вот он здесь есть тоже, и более поздние документы, которые продолжают развитие этого процесса осознания и рекомендаций. Почему это? Для того, чтобы это понять, мы должны на минутку посмотреть, и об этом, кстати, говорят постоянно в документах, они, в общем-то, делают перекличку, которую очень не любят делать у нас, между нацизмом и коммунизмом. Говорится о том, что вот была в свое время, в 45-м году, проблема преодоления нацистского прошлого для населения Германии, ну и также в какой-то степени для населения Италии, фашистского прошлого. И тогда были приняты тоже определенные позиции и установления. И долго, нелегко, хотя была оккупация, хотя был, с этой точки зрения, наиболее благоприятный режим, поскольку иностранные войска, войска демократических государств стояли в Италии, в Германии, в Австрии до 55-го года, и осуществляли этот процесс, помогали осуществлению этого процесса. И тем не менее, этот процесс занял десятилетия. И мы должны сказать, да, и процесс декоммунизации задел десятилетия, даже в самых успешных странах, в той же Чехии, в той же Эстонии, и в какой степени можем говорить, что этот процесс идет даже сейчас. Потому что и сейчас, по целому ряду параметров, вы знаете результаты выборов, в частности, и в той же Чехии, и в той же бывшей ГДР, левые коммуноидные партии, группы, или наоборот, правые, как альтернатива для Германии, но на самом деле не менее левые, только теперь националистические, а не социалистические, они намного успешнее на бывших коммунистических территориях, чем, скажем, в Западной Германии. И это все не случайно. В свое время основой денсификации, которая, я все-таки думаю, в целом прошла крайне успешно, хотя и очень долго, но эти процессы вообще долгие, это была так называемая декларация 4D, которую приняла еще оккупационная администрация, и которую потом приняло правительство Конрада Аденауэра в Западной Германии. Кстати говоря, не приняло, не разделяло, не действовало оно в ГДР. Четыре эти D, это была деноцификация, демилитаризация, демонополизация и демократизация. Безусловно, все эти четыре элемента, они действенны для всех стран и после коммунистического времени, только деноцификацию надо заменить на декоммунизацию, это понятно. Но есть пятый принцип, и этот пятый принцип, он специфичен. Его не было ни в нацистской Германии, ни в Италии, и он не нужен был. Это как раз реституция прав собственности. Дело в том, что в странах тоталитарных, но нацистско-фашистских, в них собственность была действительно сгруппирована, поэтому декартализация, демонополизация, но не была приватизирована только еврейская собственность. Была, естественно, евреи были выгнаны или убиты, собственность была отнята, и у тех немногих немцев, которые были активными врагами нацистского режима. В основном же у простых людей собственность не отбиралась, крестьяне продолжали иметь свою землю, предприниматели свои предприятия, только все это находилось под контролем государства, под контролем картелей, вот собственно с этим и боролись. Особенность стран коммунистических в том, что коммунизм пошел в этом смысле намного глубже нацизма. Он решил уничтожить само основание независимой социальности, а само основание независимой социальности – это именно, конечно же, частная собственность. В свое время писал Сергей Михайлович Соловьев, наш замечательный историк, это в свое время 1877 год, то есть время великих реформ в своей книге «Император Александр I. Политика дипломатии». Он писал по одному случаю вот такие замечательные слова. «Гражданская свобода не может быть дана манифестом, законом. Гражданская свобода будет пустым словом, если народ, которому ее дают, не имеет независимых средств существования, собственности, промышленности. И этого всего ни манифест, ни закон искусственно создать не могут. Все это может создать только время». Вот это абсолютно верные, абсолютно правильные слова, и коммунисты это прекрасно понимали. Конечно, я не буду подозревать Маркса в том, что он имел конкретные политические планы. Он не надеялся на то, что его идеи вот так раз и воплотятся. Он скорее был утопистом, но утопистом очень определенного свойства. Вот именно он не первым заложил основы идеи общей собственности, собственности фактически государства. Конечно же, никакого ни пролетариата, ни народа, все это чепуха. А собственности, всей собственности государства в руках тех, кто владеет этим государством. Вот, собственно говоря, это была идея Маркса. Я говорю, он был здесь не первым. Скорее всего, он, как человек достаточно культурный, знал государство Платона, знал вот эти идеи. Но коммунистический манифест 48-го года сформулировал это абсолютно определенно. Вот вторая часть коммунистического манифеста. Да простите вы мне, что в таком замечательном зале я его цитирую. Коммунисты могут выразить свою теорию одним положением. Это, кстати, для сегодняшних коммунистов важно. Уничтожение частной собственности. Нас, коммунистов, упрекали в том, что мы хотим уничтожить собственность, лично приобретенную, добытую своим трудом, собственность, образующую основу всякой личной свободы. То есть это он признает, что собственность – это основа всякой личной свободы. Деятельности и самостоятельности. Нам нечего ее уничтожать. Развитие промышленности ее уничтожило и уничтожает из-за дня в день. Это, конечно, неправда. И для 1848 года неправда, и для 1917 года неправда, о чем я скажу. Ну и вообще неправда. Следовательно, если капитал будет превращен в коллективную, всем членам общества принадлежащую собственность, то это не будет превращением личной собственности в общественную. Изменится лишь общественный характер собственности. Это уловка. Уничтожение этих отношений буржуазия называет упразднением личности и свободы. Она права. Действительно, речь идет об упразднении буржуазной личности, буржуазной самостоятельности и буржуазной свободы. Вы упрекаете нас в том, что мы хотим уничтожить вашу собственность? Да, мы действительно хотим это сделать. С того момента, когда нельзя будет более превращать труд в капитал, в деньги, в земельную ренту, с этого момента заявляете вы личность уничтоженную. Да, такая личность действительно должна быть уничтожена. Прилетариат использует свое политическое господство для того, чтобы вырвать у буржуазии весь капитал, централизовать все орудия производства в руках государства. Это может, конечно, произойти сначала лишь при помощи деспотического вмешательства в право собственности и в буржуазные производственные отношения. То есть при помощи мероприятий, которые экономически кажутся недостаточными и несостоятельными, но которые в ходе движения перерастают в самих себя. Вот это замечательная марксовая дурацкая диалектика. И неизбежны как средства для переворота во всем способе производства. То есть, как вы видите, Маркс прекрасно отдавал себе отчет в том, что, во-первых, коммунизм – это отпирание собственности, во-вторых, что собственности – это гарантия личности и свободы, и в-третьих, и достоинства, и в-третьих, что эта личность, собственность и достоинства не нужны. Не нужны в новом коммунистическом властвовании. Для Маркса это, возможно, была теория, возможно, была игра ума. По крайней мере, он сам не увидел воплощения своей теории в практику. Но для большевиков это была уже, безусловно, никакая не теория, и даже никакая не практика, а орудие по захвату и удержанию власти. Потому что большевики не говорили русским крестьянам и русским рабочим, что они хотят обобществить всю собственность, всю землю. Они говорили о том, что они хотят дать рабочим фабрике и крестьянам землю. Это была ложь, ложь, которая ни на один день не была осуществлена, потому что в ночь с 7 на 8 ноября 1917 года Второй съезд Советов принял декрет о национализации земли. А отнюдь не о ее передаче крестьянам. Земля-то была частная, а ее национализировали. Также точно о национализации фабрик в 1918 году был принят декрет обведения рабочего контроля. Потом и рабочий контроль был ликвидирован, а фабрики остались государственными. Очень быстро, все было в течение 1918 года проделано. Вся собственность оказалась в руках государства. Наивные люди до сих пор, к сожалению, таких большинство, говорят о том, что эти люди в Кремле были мечтателями, романтиками революции. Ничего подобного. Никакими ни мечтателями, ни романтиками революции они не были. Они были очень прагматичными и очень жестокими политиками, которые понимали, что если у людей отобрать всю собственность, то люди теряют возможность сопротивления. Ну, к чему они будут жить? Откуда они будут брать источники своего существования? Человек же существо материальное. И во-вторых, не ограничиваясь этим, если ты отбираешь всю собственность, ты можешь эту собственность давать в пользование кому угодно. И большинство, как вы знаете, не давали в собственность, чужую собственность, уже ее не было, а давали в пользование. И многие люди брали, крестьяне брали помещичью землю или землю кулаков. Люди в городе брали дома, квартиры, тащив в хату пианино, граммофон с часами. И тем самым становились соучастниками этого преступления. Это, естественно, нравственное растление. И, наконец, большевики запрещают торговлю, как вы знаете, в 2018 году полностью. Полностью в ноябре 2018 года. И тем самым вводят только распределение. Это распределение... Да, любая торговля, спекуляция. Это законодательство позволяет сделать что? Если ты хочешь есть, не умереть с голоду, и чтобы твои дети не умерли с голоду, ты должен служить большевикам. Потому что покупать тебе у тебя нет а собственности, б ты не можешь ничего купить, и ты не можешь ничего продать. Следовательно, ты или идешь получать карточки, или переходишь на нелегальное положение, спекулянты, которые могут схватить, и если не застрелят на месте, то отправить на 10 лет в лагеря на принудительные работы. Таким образом, большевики решили проблему тотального порабощения общества. Это, кстати говоря, проблема тотального порабощения общества. Она имела одну очень страшную изнанку. Дело в том, что в тот момент, когда надо было усмирить общество, которое может возмутиться, у него просто отбирали всю пищу, и люди, естественно, или умирали, или уж там готовы были на все, чтобы получить кусок хлеба. Так было в 19-м году, гол страшно 18-19 года, когда представителям эксплуататорских классов полагалось по карточкам от 50 до 250 грамм хлеба в день и больше ничего. И далеко не всегда эти карточки отоваривались. Вот, естественно, знаете, это такое количество пищи жить было нельзя. И это был тыл белой армии, ну, то есть тыл, вернее, красный тыл, который мог встать на сторону белой армии. Соответственно, надо было полностью обессилить, что и было сделано. Вы помните воспоминания записки Зинаиды Гиппиус, дневники и Куприна в Гатчине о том, что такое голод 18-19 года. Это ужас. То же самое было во время Голодомора 1933-1934 года. То есть это обычный прием. Когда собственность вся у тебя, ты, естественно, можешь отбирать, можешь не отбирать, можешь давать. Это твое право. То есть люди оказались без собственности вообще. Тогда возникает совершенно простой... Да, ну, в декабре 1917 года были национализированы все вклады, все банковские ячейки ограблены 17-го декабря. Была отобрана вся городская собственность, земля в городах была, так сказать, муниципализирована, и до сих пор остается городской собственностью. В той же Москве, в Москве не было большого количества муниципальной земли, в основном земля была частная, как и во всей России, в городах. Потом она была отобрана летом 1918 года. Естественно, люди из владельцев квартир и домов стали арендаторами, которых легко, как вы знаете, и просто прогоняли, или ужимали, подселяя там большое количество жильцов. И это вот без всякого спроса, естественно. Таким образом, частная собственность была уничтожена, и людям вбивалось в голову 70 лет, что частная собственность это вообще ужас, это гадость, это буржуи, это помещики, дворяне, купцы. А вот хорошо быть свободным человеком, действительно идти на зарплату государству, государство тебе будет платить, тебе будет кормить, тебе будет платить пенсию, будет бесплатно, мы-то знаем, как это бесплатно, лечить в больницах, воспитывать детей в детских садах и школах. Но на самом деле, и все мы люди старшего поколения это знаем, я с ним столкнулся лично, как только ты делал шаг вправо или влево от линии партии, тебя просто выгоняли с работы, этот прием остался до сих пор. И поскольку единственным работодателем было государство, ты был обречен на такой же голод, нищету и без правия, как и в 18-19-м году устраивали церковными сторожами, да и то пойди, только по милости КГБ, потому что КГБ контролировало все храмы, и если позволяло так жить, ты жил, если позволяло, то и даже на эту работу устроиться не мог. То есть, ты был абсолютно несвободен. Большевики добились своей очень простой и ясной цели порабощения общества. Вот то, что называлось красивыми словами национализация, коллективизация, то коммунизация собственности, то на самом деле было просто порабощением общества. И как в любом обществе в нем не были рабы и рабовладельцы, и рабовладельцы, понятно, как известно, рабовладельцы сами несвободны, как любые рабовладельцы, они находятся в страхе, что рабы взбунтуются, и поэтому они подчиняются главному рабовладельцу, в данном случае генсеку, который с ними расправляется тоже лихо порой. Но в любом случае это было абсолютно больное общество, в котором вот то основополагающее, что есть у человека, собственность, было отобрано у всех. Даже у рыбовладельцев. Потому что любой член, там, какого-то цкапа, поли, пюро, он все имел, но только до тех пор, пока он был лояльен. Как только он проявлял минимальную нелояльность, тот же Сахаров, у него тоже все отбирали. Это было не его. Он не мог, как помещик во времена, там, Александра, даже Николая I, обидевшись на царя, уехать к себе в имение и жить там в своем имении. Или там в эпоху Александра III, Николая II. У него не было своего имения. У него была госдача, но она была именно госдача. Так же точно ее отбирали, как давали, как и госмашину и все прочее. было сформировано совершенно вот это ужасное, причудливое общество, которое было сформировано не только у нас, но и в Чехии, и в Болгарии, отчасти, в Польше, отчасти, в ГДР в большой очень степени, в Венгрии. И в этом причудливом обществе люди привыкли жить, потому что люди ко всему привыкают, привыкают и к тюремному бараку. И вопрос только в том, что если мы хотим выйти из этого общества, создать общество не рабов и рабовладельцев, а демократическое общество, то необходимо с этим покончить. Нельзя продолжать жить в таком обществе. И вот именно поэтому задача перехода от тоталитаризма коммунистического к демократии и свободе включала плюс ко всем принципам деноцификации еще и обязательный принцип институции прав собственности. Почему институции прав собственности? Ну, перед всеми странами, которые выходили из коммунизма, стояла одна и та же проблема. Собственность должна быть частной. Если она будет государственной, никакой демократии не будет. Как добиться частной собственности? Открывались три пути. путь первый. Объявить, что все, что было до конца коммунистического режима, это все незаконно, это все пренебрегается, потом капиталисты незаконно грабили, помещики незаконно владели, потом коммунисты у них все это отобрали, тоже незаконно владели, и все мы начинаем с нуля. Это не Россия, это не Польша, это не Венгрия, это поля большой охоты, на которые, как дикий запад для американцев в 19 веке. Вот мы приехали, нам дается каждому право на участок такое количество гектаров, и мы этот участок эксплуатируем. Ну или там возможность приватизировать, взять какие-то предприятия и так далее. То, что было до этого, мы об этом не думаем. Мы строим новую страну на старой земле. Второй мир, второй путь. Мы продолжаем правовые отношения коммунистического государства, только их корректируем на возможность реприватизации. То есть то, что было у коммунистов, мы законным путем постепенно переводим в частный сектор. И третий путь, это путь признания коммунистического режима незаконным, и соответственно отобрания собственности незаконным, которое произошло, которые были сделаны коммунистами абсолютно незаконным, бандитским, и восстановление тех прав собственности, которые были на момент вот этого коммунистического действия. Все страны восточно-центральной и южной Европы одни сразу, другие после некоторых колебаний Югославии, Албании, страны бывшей Югославии, Албании пошли этим третьим путем. И как вы видите добились некоторого успеха. Никакого чуда нет в том, что во всех этих странах существуют демократические институты. Эти все страны вошли в НАТО, многие вошли в Евросоюз, другие стоят в очереди в Евросоюз, последние очередники. Эти страны более или менее быстро развиваются, и по крайней мере все стали существенно богаче жить, чем при коммунистическом режиме. Когда вы приезжаете в Эстонию или в Чехию, в Словакию, в Польше вы видите, конечно, страну, и бывали в ней в советское время, вы видите страну, безусловно, более богатую, существенно более богатую. Я не говорю о том, что она свободные люди, многопартийная система. Все это есть. 12 республик бывшего Советского Союза выбрали первый вариант. Строить как бы с нуля. Но все дело в том, что нуля-то нет. Люди-то все не родились вчера. Люди все пришли из советского прошлого. И с советской ментальностью, с коммунистической ментальностью, с ментальностью в общем не уважающей никаких прав. И если права не восстановлены юридические строго, если права не защищены в судах, то тогда восстанавливается естественно вот этот коммунистический принцип, кто смел, тот и съел. И по сути говоря, постепенно, с разной скоростью, эти страны, эти 12 стран, стали сползать обратно в советское прошлое. Постепенно, сначала приватизированные предприятия какими-то близкими к власти людьми, олигархами, эти предприятия очень быстро стали опять в большей или меньшей степени под контролем государства, и постепенно мы видим, что в этих странах, то есть в Белоруссии, в Российской Федерации, в Азербайджане, в Казахстане, все контролирует та власть, или контролирует, или владеет, что примерно одно и то же, та власть, которая управляет страной. То есть фактически мы вернулись к советской системе. С некоторыми вариантами, не такая, какая она была в коммунистическое время. То есть не бывает строительства с нуля. В этом мы убедились. Строительства с нуля не бывает. Второй вариант, второй момент очень важный, когда мы боролись с коммунистическим прошлым, мы были зациклены на проблеме трора, убийства людей. Безусловно, это самое ужасное. И сталинский режим осуждал, ленинский режим осуждался как террористический режим и говорилось о том, что он аналогичные режимы в Чехословакии, Готвальда, в Польше, все эти режимы были режимами массового террора и массового убийства. Это правильно. И в общем, общество добилось того, что до сих пор, слава тебе Господи, в наших странах нет массового террора и массового убийства, хотя постепенно вы к нему приближаемся. Но мы забыли именно о том втором факторе, очень важном, что массовый террор и массовое убийство стали возможны именно потому, что люди оказались рабами, не были лишены собственности. И надо бороться не только за право человека не быть убитым, но и за право человека владеть собственностью. нынешний и тогдашний ректор Высшей школы экономики Розлав Иванович Куземинов в 99-м году, когда еще можно было говорить более-менее свободно, писал в независимой газете «Избранный в середине 90-х годов метод приватизации в форме залоговых аукционов де-факто предполагал наделение собственностью в крупных масштабах по выбору правительства. Именно тогда окончательно оформились сросшиеся с госаппарантом финансовые группы». А другой ныне уже покойный политолог Алексей Михайлович Салмин тоже в независимой газете в апреле 2000-го года заметил «Вору вора дубинку украл. Первым вором является коммунистическое государство, укравшее собственностью законных владельцев, а вторым нынешний собственник, эту краденую собственность всеми правдами и неправдами приватизировавший. Вот он его приватизировал всеми правдами и неправдами, а ныне эта собственность захвачена естественно КГБ и уже или контролируется, или владеется чекистами, что называется чекисты отжали. Отсюда мы сейчас к 2020 году вернулись практически в коммунистическую систему, где собственностью владеют люди несвободные, подчиненные друг другу и в конечном счете правителю, как это было и в советское время. И как и в советское время, некое политбюро, в данном случае президентский совет и несколько близких к президенту людей управляют всей собственностью в стране. Ну-ка давай Кротенберг, построй мост из Тамани в Крым. Ну мы тебя отвалим, хорошо, строй, он строит. А другому давай на Олимпиаду, он дает. Естественно никакой частной собственности нет, никакой свободы нет. Когда тот же Ходорковский попытался продать находящуюся у него в собственности нефтяную компанию Тексаку, тем самым взять деньги, реальные деньги, а владела бы уже Юкусом соответственно англо-американская компания, его естественно посадили и все. Потому что он подумал, что это его собственность, нет ничего подобного. Ему дали управлять этой собственностью и стричь с нее какой-то, ну как бы он был управляющим, да, как какой-нибудь, да, управляющий помещи усадьбой. Он имеет с этого неплохие деньги, да еще подворовывает немало, но если он решил взять помещи усадьбу и просто продать, то естественно он пойдет во строк. Вот то же самое и тут, то же самое и тут. И мы с вами, да, ничего подобного разумеется нет, нет восточной Европе. Восточная Европа столкнулась с самым рядом больших проблем при реституции собственности, но четко, четко, четко привела эту линию. Эта линия была в том, что то, что отобрано в коммунистическое время должно быть возвращено. В той же декларации 1096 1996 года уже обобщающий опыт реституции, потому что реституции начались с 89 года, скажем, в Прибалтике с 90 года и к тому времени уже был довольно большой опыт. Ассамблея рекомендует 10 пункт этой декларации, основной декларации, там потом огромные комментарии идут, тоже очень важные, но основной декларации, в самом начале, я вижу, кто-то проверяет, ассамблея рекомендует, чтобы имущество, в том числе имущество церквей, которое было незаконно или несправедливо захвачено государством, национализировано, конфисковано или иным образом, экспроприировано во время правления коммунистических тоталитарных систем, по общему правилу возвращалось его первоначальным владельцам in integral, то есть в своем реальном виде. Есть ли это возможно без нарушения прав нынешних владельцев, которые добросовестно приобрели имущество или прав арендаторов, которые добросовестно арендовали имущество и без ущерба для прогресса демократических реформ. В тех случаях, когда это невозможно, должна быть присуждена только материальная компенсация. Претензии и конфликты, связанные с отдельными случаями институции, имущества должны разрешаться судами. Вот это постановление, это решение, оно обобщает огромный опыт, который вы найдете потом в комментариях по разным словам, как было в Болгарии, как в Албании, как в Чехии, вначале в Чехословакии закон 1991 года. Не думайте, что население было в восторге, когда политики предложили ему институцию, ничего подобного. Во-первых, сразу же образовалось огромное количество людей, связанных с бывшей коммунистической властью и их КГБ, то есть их тайной полиции, штази и так далее, которые тут же стали делать то, что сделали и у нас. То есть попытались по минимальной цене, у них же были все документы на собственность конфискованных предприятий, заводов, домов, все же было у них. Они попытались тут же все это за копейки часто немцы вот говорили за одну марку купить, потому что ну а то оформлялся как купчер, потому что якобы это было полуразрушенный дом, на самом деле был прекрасный дом, который принадлежал там скажем ЦК этой самой социалистической единой партии Германии. вот все это приватизировать себе. Это начался тут же процесс еще вот народ бунтовал на улицах, а эти ребята уже все в карман запихивали. Во-вторых, они же встраняли слухи о том, что реституция, которую требовали потомки бывших владельцев сознательной, потому что простой народ в той же Чехословакии у него все это выбито было из памяти, но в основном или отдельные интеллигентные люди, или иммигранты, уже ставшие приезжать в эти страны, стали говорить, что давайте, давайте, собственность надо вернуть. Вот мой отец владел, там мой дед владел, давайте. Вот, говорит, они сюда понаедут, все разберут, вы будете нищими, вам негде будет жить. По опросам 90-го года в ГДР 90-го процентов людей выступали против реституции прав собственности. В Прибалтике около 70-ти процентов против реституции прав собственности выступали в 90-м, в 91-м году. Этот процесс во многом приходилось проводить в той же ГДР, бывшей ГДР, через западно-германские суды, потому что восточно-германские суды саботировали реституционный процесс, а им давали пари, вот эти бывшие штезисты. это была очень грязная история практически по всей центральной и восточной Европе, но ее удалось переломить. Каким образом? Образом примера. Первоначально вот тем людям наиболее энергичным, инициативным, которые захотели получить собственность, да, большинство привыкло к тому, что лучше жить без собственности, получать там свою зарплату, свой приусадебный участок, пенсию, и не думать ни о чем. Собственно же, она требует ответственности, с ней надо заниматься. Но те первые люди, которые получили, естественно, огромное количество законов принималось, реституционных законов, которые в деталях фиксировали те или иные ситуации. Ну, проложим, человек получает права на землю, который владел его дед. Это на этой земле построен, это была сельскохозяйственная земля, но теперь этот участок вошел в состав столицы, в случае Риги, и на этом участке построен многоэтажный дом. Вот как и там живет много людей понаехавших из России, в основном. Вот как быть с этими людьми, с этим домом и так далее. Закон это объясняет. Здесь никого не выгоняют, вводится семилетний срок, когда владелец земли не является владельцем дома и даже не может повышать арендную плату за землю. Владельцем дома он не будет являться и потом, дом будет коллективное владение жильцов, потому что не он же строил этот дом, но через семь лет он может поднимать уже земельную плату. И эту плату будут платить жильцы, но естественно он не может поднимать какую угодно плату, потому что тогда он будет с ним судиться, что он несоразмерный хочет иметь барыш и так далее. То есть там довольно строгие законы водятся, но земля возвращается. И вот человек, получивший землю, получивший дом, он начинает это как-то использовать и другие на него смотрят. Знаете, люди всюду в большей степени обезьян. И если у первых таких людей происходит успешная реституция, то многие хотят повторить их опыт. И в итоге в той же ГДР к 2004 году было реституировано 500 тысяч объектов недвижимости, то есть земельный участок. ГДР небольшая страна, население 17 миллионов человек. Понятно, что семья это несколько человек. То есть практически вся земля была приватизирована таким образом. это был непростой процесс. В Словакии решили, чтобы не было больших проблем, провести реституцию за три года. Вот с 1991 по 1994 год была проведена реституция, вроде люди получили собственность, многие не получили, многие не опомнились, многие не вспомнили, многие махнули рукой, а потом, когда увидели, что те, кто не махнули, успешно действуют, закон все закончился, больше нельзя. Остальное осталось в государственном фонде. Но народ настолько стал требовать, что появилась политическая партия, которая сказала давайте заново, и в 2004 году восстановили право на реституцию, и в течение трех лет, 2004-2006, эта реституция прав собственных, которые люди подготовились, в архивах поработали, она была доведена практически до конца, и все было сделано. То есть это серьезный, очень серьезный процесс, который идет всюду. У него есть свои ловчие я. Это я бы сказал, как если говорить вульгарно таракан в головах тех или иных народов. Для поляков это евреи и немцы. Дело в том, что перед войной Второй мировой большое количество евреев, особенно богатых, которые лучше соображали, чем бедные, они поняли, что дело идет к войне. У соседней Германии естественно антиеврейские законы, и понятно, что Польша скорее всего будет или жертвой, или союзником Германии, и лучше быстро продать собственность и бежать в Соединенные Штаты. И многие так поступили, потому что не оказались в лагерях. Но продавали за бесценно. Другие так ловко не смогли устроиться, и к сожалению погибли, их собственность заняли, захватили соседи поляки. Как поступать с ними? Вот не хотят очень, не хотели очень поляки возвращать собственность. Любят они, как все мы, любят собственность. Но крупные страны, первые Соединенные Штаты, требовали о том, чтобы евреям вернули собственность и потомкам. И потомкам всюду вернули. Мне до сих пор рассказывают мои еврейские друзья, что они, когда просто ездят из Польши, когда они из Израиля приезжают в места своих отцов, в Белосток, то и роются в архивах даже без всякой задней мысли. просто чтобы узнать историю своей семьи, архивы сохранились, катастрофы сохранились, то на них очень недружелюбно косятся работники, польские работники архива. Все боятся, что они потребуют назад какую-то собственность, что-то потребуют. Но те, кто выжили, если кто-то выжил, то эту собственность обычно все-таки возвращают сейчас. Проблема в том, кто не выжил, когда нет вообще наследников. Всех убили. Ну, здесь огромная проблема. Вы знаете, что еврейская организация гражданта возвращать еврейским организациям собственность. Такой практики в распоряжении частной собственности нигде в мире нет. И эта проблема до сих пор не решена. То же самое с немцами. Немцев выселили из Польши, ну, из присоединенных земель, так же, как и судет немцы выселили из чешских земель, из словацких земель. Как тут быть? Эти, эту собственность решили не возвращать потомкам. Не возвращать потомкам. Хотя в Чехии разрешили ее выкупать снова. Богатые немцы иногда выкупают. Вот. Но, безусловно, это какая-то несправедливость. А в других странах, в той же, например, Прибалтике, в Эстонии, да, немцы, уехавшие из Эстонии, продавшие собственность за бесценок, чтобы спастись от Совета в 1939 году, они могут реструировать эту собственность. И это кому-то не нравится, но, по сути говоря, это, наверное, наиболее правильный вариант. И вот, таким образом, проблемы есть, они известны. Одна за другой страны идут этим путем, путем восстановления прав собственности, институции собственности. Последняя страна, которая, которая пошла этим путем, это Албания. И в Албании права собственности восстановлены были только в 2015 году. До этого в Сербии в 2011 году. И сейчас Албания довольно быстро развивающаяся страна. Я сам там был этим сентябрем, я видел, как люди, действительно, возрождаются деревни, где землю получили люди вновь свою, возрождаются эти отар, овец, коров стада частные. То есть, жизнь возвращается в свое русло. И вот теперь вопрос о России, конечно. А как в России? Здесь нам надо ответить на несколько вопросов. Ну, первый вопрос о сроках. Прошло очень много лет, сто лет. Дорогие друзья, не первый раз. Да, ну, во-первых, мы должны понять, что альтернатив этому нет. вот альтернатива это не проводить институцию собственности, но тогда мы должны примириться с тем, что у нас будет все время авторитарный, а то и тоталитарный олигархический режим, олигархическо- такой коммуноидный режим. Ничего другого не будет, потому что известно давно из политической теории, что, как вы слышали, и у Соловьева, и это он не изобрел, это известно было, это и так Вилли об этом говорил, и Бёрк об этом говорил, что человек, только имеющий собственность, может быть действительно настоящим полноценным гражданином. И поэтому, кстати говоря, в 19 веке был так называемый избирательный ценз на собственность, поскольку люди, которые не имеют собственности, они считались ненадежными избирателями, их можно купить за бутылку водки, за небольшие деньги, ну, а кому нужна такая демократия? И в этом смысле сейчас более-менее известны такие нормативы, можно сказать, что демократия может быть устойчивой в стране, где две трети населения обладают частной собственностью, приносящей доход, и в которой хотя бы одна треть, то есть половина из этих людей обладает главный доход и достаточный для существования это их собственностью. Вот тогда это может быть устойчивая демократия. Сейчас в современные страны, типа тех же Соединенных Штатов, в них больше процентов людей, живущих на зарплату. Ну, во-первых, есть так называемый пенсионный капитал, очень мощный, который человек постепенно собирает и потом становится собственником этого капитала. Во-вторых, есть интеллектуальная собственность, ну и в-третьих, мы должны понимать простую вещь. Если в стране уже сформировалась работа и демократия, то потом можно несколько от этих норм отойти, уже привычка жизни в демократической стране есть. Если же это не сформировалось, то это и не сформируется. Даже собственностью иногда очень трудно построить демократическое общество, а уж без собственности тем более. Поэтому институция собственности абсолютно необходима. Это то, что называют ученые диффузией частной собственности. Не просто какие-то отдельные олигархи должны иметь собственность. Должны иметь собственность две трети как минимум общества и так собственность приносящую доход. У нас же пока собственность приносящая доход, которая может достойно существовать, то есть скажем более тысячи долларов на человека в месяц имеют примерно 1,7% людей. Это в том числе большие квартиры, которые можно создавать. Остальные же даже богатые люди живут на зарплату, на управляющих крупных компаниях, обслуживающих там ну сейчас какой-нибудь КГБ там начальники разные, но они тоже не имеют собственности. Но как мы выяснили даже эти 1,7% несвободные люди в тоталитарной стране и тоже зависимые собственность как у Ходорковского легко у них отбирается отжимается и так далее. Значит без реструкции собственность вообще невозможно. И то что в нашей стране ни одна политическая партия долгое время не поднимала вопросы реституции правсобственности даже демократические партии типа Яблоко это конечно потрясающий и ужасный факт. Ну скажу в скобках что говорить о том что это все равно что говорить что коммунисты были романтиками и поэтому они провели национализацию. Понимаете это все что вот эти демократы 90-х годов были романтиками поэтому не думали о реституции правсобственности. Еще как дубль только институция не институция а приватизация для себя и захватили отхватили немало и я говорил в свое время к тому же Гайдару о необходимости идти чешским и польским путем ему это говорил Бальцерович ему это говорил и Чубайс говорил и Клаус тогда вполне разумный человек сейчас старости лет тоже поехало немножко вот но они сознательно пошли другим путем объясняли они это тем же надо как можно быстрее провести переход от государства собственности к частной но как вы слышали уже из Кузьминова который в общем знал из первых рук все это было да переход от государства собственности к частной но к нашей к своей частной собственности вот была задача к своей и других своих людей так что эта задача перед нами стоит если мы хотим видеть демократическую Россию мы должны иметь мы должны сделать то что сделали все страны центральной и восточной Европы то есть провести институцию прав собственности это совершенно необходимо совсем не как говорит яблоко говорит яблицкий все мы раздать на делы земли то что ты раздал то что ты и возьмешь назад как и большевики значит взял дал взял а когда ты восстанавливаешь права отобранные другими людьми признавая тем самым незыблемость этих древних прав собственности ты тем самым естественно утверждаешь в сознании людей незыблемость прав собственности теперь прошел большой срок вы знаете конечно такого тотального изъятия собственности как коммунистических режимах никогда нигде не было и в этом смысле для нас опыт это именно опыт восточной Европы но большие изъятия собственности были в прошлом и институции такая например я же не говорю там была после власти 30 тиранов в Афинах в 403 году институции собственности но это было давно в 43 году Рождества Христова но очень большая институция прав собственности была после 30-летия войны по Вестфальскому миру в 1648 году когда победившие отбирали собственностью побежденных а потом Вестфальский мир предполагал полное восстановление прав собственности и надо сказать что этот процесс реституции вы удивитесь он продолжался около 100 лет и благополучно завершился к середине 18-го столетия вторая очень массовая реституция была в Англии после славной революции то что понахватал Кромвель а он очень много конфисковал тоже возвращалось там были определенные оговорки но все это возвращалось это тоже этот процесс занял большую часть 18-го века но реституция произошла своеобразная реституция произошла в во Франции после реставрации 1814 года тогда нельзя было восстановить правособственности в натуральном виде почти ну только замки только земля под замками и вокруг как приусадебный участок замка а остальное было получено крестьянами особенность французской революции чем она кардинально отличается от большевистской революции заключается в том что там собственность была объявлена одним из основополагающих прав человека и гражданина по декларации 92-го года и крестьянам раздали собственность землю которую они арендовали это кстати говоря и дало силу опору и наполеоновской армии этим принципам либерте и галите фротерните до сегодняшнего дня франция потому верна революции в основном с завоеванием революции потому что эти завоевания дали дали а у нас естественно только взяли но тем не менее был так называемый миллиард то есть огромные деньги которые государство выплатило в виде компенсации тем у кого отобрали землю во время революции это произошло после реставрации а замки в основном обвернули бывшим владельцам так что во франции тоже произошла реституция прав собственности своеобразная но произошла и значит первый аргумент длительных сроков не работает да это сложный процесс да он долгий но если его не провести то как говорится демократии в россии не будет никогда никогда второй момент это собственность при России принадлежала только эксплуататорским классам и тогда мы опять большинство людей сделаем нищими обездольными вот здесь слава богу как раз совсем не наоборот в развитых странах Европы отчасти Марс был прав действительно произошла большая концентрация собственности в руках богатых людей в девятнадцатом веке потом это все рассосалось но в девятнадцатом веке особенно в первой половине вы знаете что практически крестьянская собственность в Англии была ликвидирована ее не было в России все это было не так в России наоборот частная собственность крестьян на землю была восстановлена после ну во-первых она была восстановлена законом Александра первого 1803 года о вольных земледельцах но главное законом указом 1861 года 19 февраля о ликвидации крепостных отношений когда земля была передана крестьянам частично сразу выкуплена государством помещиков частично были выкупные платежи которые были ликвидированы к пятому году и в общем крестьяне стали собственниками своей земли к шестнадцатому году 89 процентов пахотной земли в европейской россии принадлежало крестьянам и казакам то есть тем кто непосредственно не работал и 93 процента крупного крупного скота то есть коров принадлежало крестьянам и казакам россия была страной стихии мелкого собственника и в городах также подавляющее большинство земли было в руках у мелких собственников у мещан владевших своим домом своим огородом своим садом а не у каких-то владельцев огромных участков в городах которые арендовали бедные люди ничего подобного не было так что россия страна мелких собственников на момент ликвидации собственности как таковой и в этом смысле институция прав собственности она дает возможность восстановления собственности множеством людей практически все люди современной России это собственники которые не знают что они собственники живут на жалкую зарплату на жалкую пенсию не понимая что они имеют неплохие часто возможности если земля в скажем в нечерноземье мало что стоит но я думаю если она станет частной она станет стоить и начнут ее использовать и выращивать те культуры технические тот же лен который на ней прекрасно растут или использовать ее для скотоводства но земля в городах безусловно стоит больших денег и в Москве в Петербурге даже в Кирославле и люди получат эту землю мы потенциально все обладатели немалых богатств индивидуально не вообще все россияне имеют право на ренту нефти да это больше а каждый имеет возможности восстановить свои права это первое очень важно то есть все имеют права второй момент второе возражение прошло сто лет документы утрачены все сгорело ничего подобного да большевики сознательно абсолютно сознательно уничтожали документы связанные с правами собственности причем не только уничтожали сознательно но и скрывали это тоже совершенно сознательно только в 2000 году значит директор фонда директор архива бывшего архива института марксизма и ленинизма а потом это социальный архив да рогаспи сорокин опубликовал книгу ленин неизвестные документы 1991 1922 год распен 2000 год и там есть замечательный документ от 28 октября 18 года еще даже не завершена конфискация собственности ленин пишет нарком юстиции курскому не пора ли поставить на очередь вопрос об уничтожении документов частной собственности нотариальные акты землевладения фабриках недвижимости и прочее и так далее подготовить тайны без огласки захватить сначала бумаги по моему надо бы а потом их в бумажную массу превратить технический вопрос изучить заранее ответ курского мера не лишняя и может быть проведена быстро так нотариальные архивы в наших руках ответная записка ленина и так вы за это возьметесь без особого постановления совета народных комиссаров и привлечете к совещанию об этом комиссариат внутренних дел но тайна однако мы историки отлично знаем что уничтожить документ не так легко дело в том что документы есть имеют архивные следы и остались кадастры остались книги собственности в городах знаете вся Москва весь Киев там и так далее и в общем в значительной степени права собственности можно восстановить юристы из арбитража по недвижимости мне объясняли что есть специальная процедура восстановления прав собственности в случае утраты документов то есть у них есть определенные модели наработаны как это можно сделать и все это технически осуществим таким образом документы во многом сохранились да мы должны честно сказать что хотя потенциально все здесь присутствующие в зале и вообще все люди за этими стенами потомки владельцев собственности поэтому могут теоретически получить при институции собственность или ее компенсацию в денежном эквиваленте или ценными бумагами государства реально ценными они не все получат не все найдут документы да это ну что это означает опять по-советски если не все найдут значит никому не надо давать права разумеется нет те кто найдут те кому повезло те кто сохранил сам во многих семьях сохранились документы так или иначе и за границей у мигрантов сохранились те получат ну те у кого уж ничего нет и доказать ничего не смогут ну не получат ну что же делать вот жизнь такая складывается понимаете так что это вполне не страшная вещь что частично архивы погибли уничтожены в конце концов коммунисты поработали в Прибалтике неплохо и все войны и революции через Прибалтику прошли по полной программе да и 18-19 год и естественно 41 год но тем не менее все ведь институция закончена все права восстановлены значит документы нашлись и в Польше которая уж так горела так уничтожалась тоже все нашлось все нашлось значит третий аргумент это который мне часто пишут я купил квартиру в старом доходном доме в Петербурге который принадлежал такому что ж мне ее отдавать нет ты добропорядочный приобретатель добросовестный приобретатель ничего тебе отдавать не надо это твоя собственность но сейчас земля под домом сейчас же твоя собственность это птичья собственность ты получил права на квартиру но не права на землю под домом она принадлежит с городским властям поэтому в принципе этот дом даже могут снести могут снести и таким образом эта земля перейдет ну чтобы получить право на собственность на землю под домом это надо очень постараться это не так легко сделать это не в один момент это в принципе можно это сложно значит ты останешься этим собственником а государство выплатит компенсацию владельцу дома причем реальную компенсацию а не символическую там 200 рублей которая позволит этому владельцу дома вложить деньги в какое-то предприятие но по крайней мере он будет чувствовать что он получил сатисфакцию за отобранную собственность так что добросовестный как вы видите это оговорено и в европейских документах добросовестный приобретатель ничего не теряет он может или сохранить собственность государство выплатит компенсацию или передать собственность владельцу тогда ему государство выплатит компенсацию это уже его дела следующее вообще собственность не нужна мы привыкли жить без собственности так легче проносить все у государства это можно говорить только до тех пор пока ты не понял что такое собственность это примерно то же самое что деньги вообще не нужны и мне хотят повысить зарплату а мне не надо мне на хлеб с молоком и так хватает ни один человек разумный не откажется от повышения зарплаты ни один разумный человек не откажется от собственности если ему ее предложено это просто такая если угодно издержки советского пятое возражение на первый взгляд очень серьезное прошло сто лет естественно появилось в каждой семье которая чем-то владела ну некоторые к сожалению истреблены другие почти истреблены но есть на земле которые слава богу избежали репрессий там много ветвей много потомков начнутся споры из-за собственности как быть у нас же все суды продажные у нас он известно как судят где найти право значит да эта проблема конечно выходит за проблему институции это проблема общая политическая безусловно после нынешней власти после конца нынешнего режима еще может быть даже до институции пока будут разрабатывать институционные законы в парламенте надо будет уже здорово очищать суды безусловно и люди я противник люстрации судья родственского корпуса то есть когда всех судей выгнать разом потому что среди судей есть особенно в арбитраже вполне приличные люди честные и умелые и хорошие люди но надо действовать более аккуратно более штучно но те кто запятнал себя таких к сожалению особенно в общих судах немало их естественно надо выгнать кем заменить как и во всем мире в той же Польше в той же Чехословакии после конца коммунистической ГДР тем более после конца коммунистической режима были точно такие же судьи куда кем их заменили адвокаты в первую очередь адвокатуру то есть бывшие адвокаты которым сейчас практически не разрешено становиться судьями в России эти люди будут привлечены как судьи они привыкли защищать людей они сумеют хорошо их судить это в первую очередь и кроме того по возможности вообще идеально надо создать специальные реструкционные суды в системе арбитража это в идеале но пока такие суды не созданы конечно эти дела должны решать не суды общей инстанции а арбитражные суды это безусловно и они намного более профессионально к этому подготовлены но вообще в России нужна серьезная судебная реформа так что в принципе это вопрос решаемый и он не решаем только тогда когда мы говорим что ну вот суди плохие значит нельзя ну тогда надо сказать граждане плохие и это должно быть демократия понимаете ну тогда мы пойдем совершенно неправильным путем на самом деле я думаю это можно сделать некоторые задают вопрос почему 17 почему 17 год должен быть границей а не скажем 15 век или там освобождение крепостных крестьян по очень простой причине что безусловно как мы знаем по той 30-летней войне и по Кромвелю нарушение собственности были всегда и во все века и жестокие нарушения но в конечном счете важно то что коммунисты впервые ликвидировали собственность как таковую как таковую а как раз в России последние там 50 лет ее исторического существования шел как раз процесс я бы сказал как раз той самой демократизации диффузии собственности который не успел завершиться но шел очень неплохо и поэтому 17 год причем не просто 17 год а здесь законодатели потом решат но скорее всего речь должна идти о Октябрьском перевороте о Октябрьском перевороте который объявил о социализации земли вот собственно это может быть та точка с которой начинается институция потом значит вопрос еще один у нас все перемешалось у нас много людей которые сейчас живут там скажем русские но живут в Украине там где подальше давать им собственность это интересный вопрос дело в том что страны центральный Европ пошли разными путями скажем в ГДР давали собственность всем кто эту собственность имел на момент конфискации где бы он ниже ну вы знаете что 4 миллиона 400 тысяч восточных немцев умудрилось бежать из ГДР ФРГ и дальше за эти коммунистические годы конечно им тоже возвращали собственность это собственность и песков конечно им ее возвращали но в России я думаю да а например в Чехословакии только гражданам Чехии и Словакии возвращают собственность это для того чтобы возвращать немцам судецким немцам вот я думаю что это неправильный путь хотя оба оба варианта есть мне кажется что в России имеет смысл может пойти таким средним путем поскольку в 12 странах не только в России но в других 11 странах тоже не принято актов институции собственности даже в Украине и Армении где могли бы уж принять и в Грузии но не принято нигде и когда я говорю с украинскими политиками они в этом вопросе тут же начинают юлить и убегать потому что хотя на самом деле в Западной Украине совсем просто собственность набрали в 45-м году да землю там все все помнят но не дают значит я думаю что необходима будет конвенция то есть скажем если в Украине принимают акт институции прав собственности и распространяют его на граждан России то мы распространяем этот закон на граждан Украины то же самое в Беларуси и так далее а люди из стран дальнего зарубежья они естественно получают его если они граждане стран дальнего зарубежья они получают его автоматически потому что в этих странах все люди имеющие собственность зависимо от гражданства правами собственности пользуются но это один из вариантов могут быть и другие варианты но это вариант вполне решаемый следующий вопрос как быть присоединенными территориями это еще более щекотливый вопрос то есть та же восточная Пруссия тот же Выборг те же Курильские острова Южно-Сахалин вот как быть с этим это очень существенное это очень щекотливый вопрос потому что ну легко решаемый щекотливый он потому что ни одна страна из Центральной Европы не возвратила собственность гражданам которых она изгнала с присоединенных земель ни Польши ни Чехии не возвратили в Словакии обоюдно вернули собственность венгров но это вот такое исключение но я думаю что есть конвенция 26-го года ГАКская конвенция 26-го года которую Советский Союз естественно не подписал который предполагает что при военных действиях собственность сохраняя частная собственность сохраняется за людьми которые владели даже если они ну оказываются на территории оккупированной другой страной соответственно мы должны возвращать собственность должны возвращать собственность финнам должны возвращать собственность немцам Восточной Пруссии собственность японцам, но возвращение частной собственности предполагает передачу территорий. Там просто людьми, которые владеют собственностью, не обязательно гражданами даже, будут те люди, предки, которые владели этой собственностью. И всё. И это, я думаю, будет экономически очень выгодно для этих территорий, не говоря о том, что это нравственно будет правильно. Ну и, наконец, мы должны не забыть ещё одного очень важного момента, он, кстати, есть и в этой конвенции 1996 года. Это восьмой пункт. Это о том, что труд – это тоже собственность. Большевики умудрились не только конфисковать частную собственность, но они конфисковали у людей их физическую и умственную силу, создав лагеря, создав шарашки. И огромное количество людей не только потеряло всю свою земельную и другую собственность, но и строило и умирало на строительстве какого-нибудь там норникеля или других ужасных объектов, там Магадан, золото и так далее. Вот как быть с этим? Безусловно, потомки этих людей, ну и сами люди, если они чудом ещё живы, они должны иметь право на результаты труда этих людей. И это должна быть не какая-то разовая компенсация, а это должны быть по возможности, где это возможно. Скажем, дорога Салихарта-Гарка не имеет сейчас никакого оборотного капитала. Её просто нет. Но там, где это есть, тот же норникель, люди должны иметь акции этих предприятий. Они должны иметь акции этих предприятий, поскольку их строили, их деды, их отцы умирали там или даже, дай бог, выжили. Но всё равно их труд был конфискован. Так же, как какие-то оборонные предприятия, которые питаются интеллектом шарашек, должны поделиться с потомками этих шарашных людей, в общем-то, своими акциями. Это обязательная вещь. Восьмой принцип декларации Пассе говорит о том, что компенсации за труд должны быть не меньше, чем предполагает нынешнее законодательство компенсации за принуждение к подневольному труду, то есть за невольное рабство. А это очень большая компенсация. Итак, последний вопрос, который нас может волновать. Откуда взять на всё это деньги? Как вы видите, в значительной степени часть собственности нельзя будет её вернуть в чистом виде. Её надо будет компенсировать деньгами. Труд, естественно, в ГУЛАГе придётся компенсировать деньгами или акциями. Акции, естественно, надо будет выкупать. О них же не конфискуешь, естественно, тоже. Вот как это всё сделать? Понимаете, Россия богатая страна. Из России вывезены колоссальные деньги людьми, которые на них не имеют никакого права, которые, безусловно, ограбили страну. Эти деньги должны быть возвращены в Россию. Но они должны быть возвращены и создать, и послужить основой именно реституционного фонда. Того фонда, который не просто вот за владельниками, теперь все мы раздадим то, что украли там Путина компания. А нет, это будет реституционный фонд, который будет возвращать вот компенсациями эти деньги, эти средства, ну, скажем, в общем плане. То есть это, и опять же, это процесс долгий, это процесс не на один год, не на два года. Это сложный процесс, но его необходимо начать. И я надеюсь, что в будущей России, в России, которая преодолеет нынешний, совершенно естественно, без реституции собственности, появившийся авторитарный чекистский режим, он неизбежно. Я об этом говорил Гайдару в 93-м году, что мы же к этому придём. Вы говорите о том, чтобы не вернулся, всё вернётся, если вы не вернёте собственность. Вот это всё и вернулось. Он, несчастный, уже это не увидел, но Чубайс-то видит своими собственными глазами. Вот, не знаю, я думаю, и вспоминает. Вот, так что, когда мы это преодолеем, мы должны второй раз не наступать на те же самые грабли, не думать, что мы создадим демократическую модель и всё само устроится, ничего не устроится, опять будет олигархическая система, опять будет то же самое, если мы не приведём диффузию собственности. Это абсолютно необходимый политический момент. Получим ли мы лично что-то? Не получим ли мы? Мы получим хотя бы то, что мы будем жить в свободном демократическом обществе. А это, наверное, самое главное. И с чувством, что мы сделали всё, чтобы восстановить справедливость, нарушенную большевиками более ста лет назад. Спасибо. Спасибо, дорогой Андрей Борисович, за столь обширный обстоятельный доклад на заданную непростую тему. Друзья, сейчас у нас есть возможность задать вопросы. Вы не понимаете, что я сел, господа? Я уже подустал немножко. Поднимаем руку, приставляемся, и я буду подходить, поучить ко всем. Это всё записывается, да? И поэтому представляйтесь, друзья. Я Кузнецов Борис Александрович. Единственный выживший потомок фарфорозаводчиков Кузнецовых из трёх династий. У меня вопрос такой. Вот уже два года длится суд, Мещанский суд. Меня не хотят признавать прямым потомком. В суде представлены все документы с 1580 года Ивана Грозного. По нынешнее время, что я единственный прямой потомок Кузнецовых. Судья находит отговорки. Для чего вам это надо? А, хороший отговор. Пока вы не представите эти данные, суд рассматривать не будет. Дважды возвращало документы, и дважды Мосгорсуд заставлял её принять к рассмотрению. Завтра состоится очередной суд. Я не знаю, что ждать. Дай вам Бог успехов. Ну, можно я отвечу на ваш вопрос? Я уже понял ваш вопрос. Значит, дорогие друзья, это очень хороший вопрос. И, безусловно, я вам желаю всяческого успеха в суде, хотя я не очень верю, что он будет пока. Но дело в том, что ещё один важный момент, который я забыл сказать, это, конечно, воля власти. Вот воля демократической власти, которая придёт в России после этого неприятного режима, будет заключаться в том, чтобы всячески помогать и поддерживать этот институционный процесс. Соответственно, государство будет оплачивать, или, по крайней мере, компенсировать, в случае, если это не фейковое обращение, работу в архивах, она будет необходима, будет специально, будет очень важно, значит, готовить людей для архивной работы по линии институции. Естественно, будут прямые законы институционные, и судья уже не сможет отвертеться так легко. Потому что вы прямо скажете, я это делаю для того, чтобы получить права как наследник кузнецовских заводов и всего прочего. Хотя бы лейбла кузнецовского фарфора, да? Я прошёл по другому пути. Просто представил ей шесть книг, в которых оклеветали первую династию. Я понимаю. Ну, в общем, этот вопрос очень важен. Посадитесь, пожалуйста. Потому что ещё много людей хочется задавать. У меня ещё один вопрос. Да. Поэтому государственная поддержка абсолютно необходима. Она была во всех странах Центральной и Южной Европы. И осуществляется до сих пор. Коммунисты и коммуноидные партии всюду против этого выступают. Против институции. Всеми правдами и неправдами. Даже они согласны в Польше на материальную компенсацию. Только ничего не возвращаете в натуре. Вот. Но, безусловно, слава Богу, государство всюду идёт другим путём. И наше государство будет идти другим путём и будет оказана вам, безусловно, поддержка и помощь. Второй вопрос. У моего прадеда очень много было доходных домов. Мясницкий дом 15. Ну, я понимаю вас. Санкт-Петербург и далее. Если в суде всё сложится, имею ли я право претендовать на квартиру, в которой проживал дед и все первые этажи и подвалы там? Ну, слушайте, вопрос деталей законной институции я вам не могу сказать, потому что, конечно, его будет принимать парламент. Я могу сказать только с моё мнение. Возможно, понимаете, парламент – это борьба политических сил. Те же левые будут против. Значит, там будет как-то всё не так просто. Но я скажу, что, на мой взгляд, если к моменту конфискации ваши предки владели какой-то собственностью, которая была конфискована, а, скажем, не продана в 2016 году, то вы имеете, безусловно, право на эту собственность. А в тех случаях, когда есть добропорядочный приобретатель, то вы имеете право на компенсацию или вы договоритесь с этим приобретателем, что он имеет право на компенсацию. Скажем, вам дорога ваша родовая усадьба. А ему она, в общем, особо не нужна. И поэтому, говорит, да, я согласен получить деньги, а усадьба вам. Ну и так далее. Так что, да, конечно, будем пытаться сделать максимально достойный проект. Спасибо. Следующий вопрос. Григорий, город Москва. У меня, Андрей Борисович, такой вопрос больше теоретического плана. Вот зашла речь о позиции наших реформаторов, Егора Тимуровича и других, о том, что они не видели возможности провести институцию в 1991-1992 годах. Вот вы привели пример с Германией, с ГДР. Какое сопротивление там встречали эти даже еще идеи. Есть другой пример, более близкий к нам, Литва. Когда в 1990 году лидеры, ну в том числе Ласбергис, предложили, только предложили проводить процесс институции, как часть населения, как в штыки это приняла. И отчасти ведь это послужило причиной того, что два года спустя Союзис проиграл выборы. Власти пришли юни типа Барзаловскаса и других. А у нас была ситуация гораздо более сложная. В начале 90-х. Если бы не была проведена так спешная приватизация, а растянулся бы длительный процесс на 7 лет и так далее, был ли бы шанс на какой-нибудь успех? Это отличный вопрос, Григорий. Я вам так могу сказать, что, простите, у нас дружеские отношения, поэтому я по имени назвал этого молодого человека. Значит, вы знаете, я думаю, что как раз неудача наша демократическая, не только в том, что мы нарушили основы теории, то есть без собственности нет демократии, но мы нарушили еще некие совершенно естественные психологические моменты. Дело в том, что переход от тоталитарного коммунистического режима к демократическому всюду тяжелый. Он неизбежно тяжелый. Как бы это ни происходило при институции, при приватизации, он всегда очень тяжелый. И вы знаете, 90-е годы были всюду трудными и всюду побеждали почти и в Венгрии, и в Польше, да, Квасневске. Побеждали левые партии. Потому что люди думали, а, все-таки было лучше-то раньше, жили себе, не тужили. Вот, но оказалось, что когда уже началась институция, то эти левые ничего не могут. Они, никто же своего-то уже отдать не хочет. То есть, говорит, я получил, но при этом я хочу и хорошо жить. А это, говорит, нет, если не будет возвращения государственной собственности, мы не сможем сделать, чтобы ты жил хорошо. Ну, тогда уж, пожалуй, я лучше проголосую за правых. И на следующих выборах после успеха левых был успех правых партий. То есть, у нас бы было примерно то же самое. У нас люди бы почувствовали сразу, что демократия дает не только некие воздушные замки, которые по большинству простых людей совершенно не нужны. Это нам, интеллектуалам, нужны эти поездки за границу, эти свободный доступ к информации. По основному человеку это не так важно. Но собственность важна всем. Даже нам в меньшей степени, чем им. Мы и без этого много получили. А они, я не говорю, что мы от нее откажемся, но я говорю, что, понимаете, у нас есть дивиденд, а у них-то вообще нет. И поэтому они сейчас демократами называют нас, прихвартизаторами, потому что они их просто обманули. А если бы эти люди получили бы землю предков, дома предков, они бы уже намного серьезнее бы отнеслись к тому, что произошло в 1991 году. И чем-то были бы недовольны, что-то бы хвалили, а это и есть политика. Это и есть политика. И поэтому я думаю, что процесс демократизации России, и поэтому, а не только в теоретическом плане, был бы намного успешней, если бы мы пошли. И ничего, что этот процесс растянулся бы на много лет. Люди были бы заняты делом, они бы искали в архивах, они бы обживали бы полученную землю, они бы договаривались бы, я не знаю, какой у нас был бы закон. Я бы вел закон о том, что нельзя сразу продавать приватизированную собственность, как Столыпин вел, мораторий лет на 20. Потому что люди еще не привыкли к собственности, тут же ее скупят эферисты. Но в любом случае они бы там сдавали в аренду, то и все, они бы работали. Да, 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 но его можно сдавать в аренду, но нельзя, но если есть в аренду договоре пункт о том, что там через 10 лет он становится собственностью, это суд признает недействительным. Спасибо. Здравствуйте, я Купеческое общество. Хочу сказать, что мы уже не знаем, много ли здесь таких людей, которые занимались серьезной институцией. Вот я была председателем комиссии по собственности. Да, я помню, помню. Я не знаю, есть ли еще такие люди. Ну, не важно. Я пара дошла до Европейского суда, потому что мой суд, слава богу, суд Тверской находится в здании, который построил мой родной детско. Вот, и суд признал, что я там родная внучка, тот и все. И потом начали какие-то, мол, нет справки о реабилитации, она здесь никогда не жила, хотя, естественно, почему я там не жила. Я хочу сказать, что, в общем-то, накоплен огромный опыт. А есть ли у вас вот такая уже группа, которая бы хотела серьезно вот этим заниматься и уже предупреждать, потому что накоплен огромный опыт. Конечно, очень хорошо. И знаете, еще секундочку, Совет Европы ответил, что это было очень давно, и поэтому мы не имеем. Я им сказала, написала, они, правда, не признают уже никаких оговорок, а если один раз они ответили, больше они говорят, больше к нам не обращайтесь. Но я им написала, что да, это было давно, но в 91-м году изменилась политическая ситуация, и государство признало, что оно проводило террор. И значит, оно уже не имеет никаких прав на нашу собственность. Ну, знаете, когда нет воли государственной, ничего не получится. Нет, это должно быть у нас, конечно, это должно начинаться с России, а не, да. Да, да, да. И вот мне бы хотелось бы знать, у вас уже есть какая-то группа, чтобы мы могли... Ну, знаете, пока мы работаем, вот у нас в партии, вот готовим какие-то документы общего плана, но если, понимаете, пока это игра была бы, потому что, конечно, необходимы свободные выборы, необходимая парламентская группа, тогда бы это заработало. Сейчас мы можем все подготовить, но ведь, в любом случае, будут же и другие политические. Ну, по крайней мере, мы обязательно должны находиться в контакте. Ну, у вас люди, в общем, все поддерживают и все. Нет, ну, конечно, это не мои же идеи, это идеи партии народной свободы. Сейчас с другого фланга тогда вопрос. Пожалуйста. Добрый вечер. Вы все документы найдете наши здесь в конце, в той части. Меня зовут Олив Игорь Юрьевич. Я бы хотел вопрос задать по поводу как раз источников денег. Вы немножко поговорили по этому поводу. Вы сказали, ну, некоторый пример, который вот вам видится, что вот можно было бы создать фонд из возвращенных средств, украденных у страны, а опыт других государств, вы ничего об этом не говорите, они же решали как-то этот вопрос, где брать деньги на все эти компенсации, потому что в лоб это налогоплательщики должны, значит, заплатить за... Вопрос, наоборот, непростой. Это раз, а вторая часть, то есть из вашего замечания, я так понимаю, что вот перераспределение собственности, которое сейчас существует в результате, там, незаконных действий определенных товарищей, вы делаете прямой намек, что его надо пересмотреть. Это же важный сейчас вопрос, пересматривать ли или нет. Я не делаю никакого прямого намека. Да, я говорю о том, что это не вопрос мой, понимаете, пересмотреть там... Я сказал Кузьмин... Я прочел вам цитату из Кузьминова. Вот. Это... Я в этом смысле совершенно открыт к этим проблемам, потому что я считаю, что и там, где не был нарушен закон, у нас нет оснований отбирать собственность. Там, где закон был явно нарушен, безусловно, это, собственно, незаконно, и тогда она должна быть отобрана. Это очевидно совершенно. Вот. Это бандитский захват. Если этот закон был заведомо не принят в интересах определенных лоббистских групп, это третий вопрос. Он должен в воле политической, в воле парламента. Как к этому отнесется парламент? Понимаете, тот же закон о институте, о залоговых аукционах, безусловно, это пролоббированные законы. Ну, вот это как раз я имею в виду, как бы границы простираются. Да, но я ведь, я думаю, что, понимаете, эта тема выходит за проблему институции и входит в область политических решений будущей власти. У нашей партии нет решения по этому вопросу однозначного. Посмотрим, как сложится ситуация. В любом случае, немало собственностей, к сожалению, в России, которая просто незаконна сейчас, которая захвачена отжатием, которая захвачена с применением насилия, которую даже нынешнее право при объективном применении признает полученное незаконно. Конечно, вся эта собственность должна быть отобрана и пойти именно в фонд институции или в государственный фонд для покрытия расходов при институции собственности и так далее. То есть мы не можем опять строить собственность на грабеже. Но там, где это добропорядочный приобретатель, как вот хозяин той квартиры в Петербурге, которую купили, там никаких разговоров нет. Если он незаконным образом купил эту квартиру, конечно, он имеет на нее все права. Никто у нее никогда отбирать эту квартиру не будет. Это... Нет, они брали на это деньги очень простым способом. Дело в том, что, смотрите, когда государство отбирало собственности, оно, естественно, брало деньги себе, грубо говоря, в материальной форме. Соответственно, государство обязано эти деньги вернуть или собственность, вернуть собственность или деньги. Ну, брали, да, брали из государственных фондов эти деньги. Куда же еще делали? Но это долгий процесс, это не в один день. Давали государственными ценными бумагами, например, в той же Чехословакии, потом Чехии и Словакии, у них одни и те же законы. Давали государственные, давали государственными ценными бумагами, теми же ваучерами, но именными. Понимаете, то есть это был ваучер, выданный там господину такому-то в такую-то сумму, как компенсация за такое-то и такое-то имущество, которое не подлежит возвращению в материальном виде. Этот ваучер, он мог использовать для приобретения любого государственного имущества, любого, которое в том числе было и создано в период коммунистический. Понимаете? И оно было неотчуждаемо, то есть он не мог его просто там продать за бутылку водки, это были его деньги, которые вот, и очень многие этим воспользовались. Обычно была ситуация какая в той же Чехии? Человек по приватизации, скажем, получал, ну реально свой вот дом своих предков, домик своих предков в каком-то городке. В этом домике был на первом этаже, ну продолжим, ресторанчик. Сейчас в коммунистическое время все было забито досками. Значит, ему для того, чтобы сделать ресторан, нужны были деньги. И вот он этот ваучер использовал для покупки государственных имуществ, для того, чтобы создать в этом домике восстановить ресторан. Потому что у него был еще один домик, который не возвратили им. Ну и под таким. То есть это проработанные схемы. Ну, понимаете, я не специалист в этих деталях. Я всю жизнь не потратил на проблему институции собственности. Я изучал это. Вот, кстати говоря, я не могу, к сожалению, не подарить, не даже предложить купить, но это материалы конференции, которые мы привели в третьем году, в ноябре 2003 года, при поддержке фонда Аденаура в Москве, где выступали крупнейшие специалисты западные. Ну, западные из стран после коммунистической Европы. То есть сенатор Ромашевский делал доклад из Польши, там профессор Зарыцкий из Польши, в Черногурске бывший премьер-министр Словакии, о Словакии делал доклад, о Болгарии, о Сербии. И вот здесь все это найдете. Вот если вы найдете этот сборник, то там масса материалов, совершенно конкретных, которыми я и сейчас воспользовался, готовя этот доклад. Но это, в общем, мы проводили эту конференцию в третьем году. Пожалуйста. Спасибо большое. Еще вопросов много, так что надо бы всем дать право выступить. Коншин, Александр. Андрей Борисович, я хочу, во-первых, поблагодарить вас за блестящий доклад, за хорошие именно акценты, расставленные, правильные, вот как раз на многие вещи, которые мы просто, может быть, уже стали забывать. А вы, так сказать, как бы обострили. У меня такой вопрос. Я вот тоже, в принципе, судился и дошел до всяких наших судов довольно-таки за собственность, за усадьбу здесь в Москве, в центре Москвы, за брать этот дом. Но суд меня вынудил доказывать такие факты, что декреты Владимира Ильича Ленина, которые были, были незаконны, законы о социализации и деманипуляризации были недействительны, незаконны и так далее. Но на это мне судья заявила, это вот в поддержку вашей позиции, что дайте мне, принесите записку решения от Путина или проведите решение от Думы. Сказала, а где вы видели, что в нашем государстве действуют законы Конституции? То есть... Она это сказала? Это судья так сказала. Как хорошо. Прекрасно. Но это, правда, уже... В Кулуарах. В Кулуарах сказал. Где вы видели, что у нас соблюдается законы Конституции. Значит, господа, я понял. Так, это первый вопрос. И второй вопрос такой, что вот эти вот... ПАСЭ принимала вот это решение в 48-м году. Это? Да. Как? Это 96-й год? Ну, вообще-то говоря, а наши отбор... вот это собственности произошло в 17-е, там, 20-е годы. И они говорят, что это уже неприменимо. Да нет, ну, это смешно. Ну, вот такое вот... Нет, ну, это совсем смешно, потому что это же все обращено к коммунистическому прошлому стран Центральной Европы, которое было до 96-го года, естественно. В 96-м году уже... Нет, это вообще не аргумент. Значит, дорогие друзья, но, разумеется, ваш судья права. Нужна политическая воля. Нужна политическая воля, и должно быть решение, принципиальное решение парламента России, именно парламента России о декоммунизации. Если будет такое решение, Конституционный суд признает его, скорее всего, конституционным. Почему? Потому что, смотрите, в нашей Конституции, даже нынешней, 93-го года, есть несколько статей, 8-я, 9-я, 2-е части, 35-я и 36-я, о незыблемости прав частной собственности. Ну, в тех или иных, там, земля, 35-я и 36-я, это земля, вот, незыблемость прав частной собственности. И вообще любой собственность, но в том числе и частная, и частная стоит на первом месте среди перечисленных форм собственности. С другой стороны, у нас есть закон, основных законов российского государства 1906-го года, статья 77-я, о незыблемости прав частной собственности. У нас есть второе переходное положение Конституции, в часть 2-я, статья 2-я, второе переходное положение Конституции, которое говорит о том, что все законы, которые, все законы России, которые действуют ныне, все законы, кто действует на территории России когда-либо, если они не противоречат нынешней Конституции, они сохраняют свою силу. Значит, соответственно, 77-я статья основных законов, она сохраняет свою силу, а конфискация имущества не имеют силы. То есть была бы политическая воля, Конституционно очень легко обосновать все это. Политической воли нет. Почему? Потому что каждый год празднуется годовщина создания ВЧК. То есть у нас государство по духу, по идее, по сердцу продолжает, естественно, именно дела тех, кто отнимали собственность. Теперь эти они просто взяли себе. Вот и все. Уже не де-факто, как в советское время, а де-юре. Якобы де-юре. Вот. Поэтому, поэтому необходимо, почему мы политическая партия это делаем, а не просто там, люди с какими-то хорошими, добрыми мыслями. Потому что необходима политическая воля, необходимо бороться за власть, необходимо эту власть получить и провести соответствующие законы, без которых Россия жить не сможет. Поэтому наша политическая партия, она вот действует в этом направлении. Вот и все. Какие еще вопросы? Заказнов Юрий, меня зовут Андрей Борисович. Добрый вечер. Спасибо вам за лекцию. У меня возникло много вопросов по ходу лекции. Самое главное, конечно, касалось добросовестных приобретателей, но вы на него ответили. То, что если у нас имущество перешло в частные руки, то добросовестный приобретатель не лишается этого имущества, а компенсация будет. Нет, никогда. Да, это же сказано и в документах Европы. Хорошо, да. Это просто соответствует принципу добросовестного приобретения. Тогда вот такой вопрос. Если имущество осталось в государственной собственности, оно подлежит возвращению в частные руки? Вот. Я хотел вас спровоцировать на этот ответ. Смотрите, на какой-то земле, скажем, земля тоже была в частной собственности, и вся она была национализирована декретом о земле. На месте этой земли могут быть какие-то объекты, скажем, это там может быть федеральная трасса в данный момент, там может быть какое-то важное предприятие, там может быть железнодорожная станция, или, скажем, такой пример для Москвы. На месте чьей-то земли, я не знаю, чья она была, стоит, например, здание Московского государственного университета. Вот. Как нам эту землю передать в частные руки, если она занята такими объектами? Понял. Значит, смотрите. Как вы знаете, по закону дореволюционному, вот 77-й статье, и по нашим конституционным принципам, отчуждение собственности может произойдиться только в крайних случаях, и только за достойную компенсацию. Значит, соответственно, надо решать этот вопрос следующим образом. Или, если иначе невозможно, считать, что эта собственность отчуждена, и, соответственно, за неё надо заплатить достойную компенсацию, или же сохранить эту землю в частной собственности, но с обременением, если вы юристы, вы понимаете, о чём идёт речь. То есть, собственник не может сносить государственный университет. Конечно. Вот. Но ренту за землю он платит не Москве, а собственнику. Понимаю. Вот тогда можно мне задать несколько вопросов? То есть два варианта. Можно мне задать несколько вопросов? Я считаю, что второй вариант предпочтителен перед первым. Потому что никакой крайней нужды в конфискации собственности до революции бы, если строили бы университет, не было. Её просто выкупили бы. Выкупили бы. Понимаете? Это конфискация, когда там срочно война, там окопы выйти и так далее. Вот. Также второй вариант предпочтительный. Господа, вы следите, Андрея Вячеславович, когда надо просто зал очищать. Вот. От себя. Чтобы просто не было конфликта с любимым мною домом. Так. У меня ещё один вопрос. Ну, у меня было много вопросов. Мне разрешили только один задать. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы хотите создать, вы хотите провести судебную, ну, какую-то судебную реформу для решения вопросов реституции. Да? Вы упомянули реституционные суды в системе арбитражных судов. Вы упомянули массовую иллюстрацию судей. Ну, замену... Наоборот, я сказал, что иллюстрации не должно быть. Да, да, извините. Массовое изменение кадрового состава судей. И что ещё? Вот. Эти два пункта. Вот. Скажите, пожалуйста, вы сказали, адвокаты пойдут в судья. Вот. Но неужели так много адвокатов в судья пойдёт? Просто у нас в стране такая ситуация, что адвокаты без особой охоты в судей идут. Это судьи уходят из судов в адвокатуру. Так что я сомневаюсь очень, что много адвокатов пойдёт в суды. Вы знаете, я понял. И не найдут просто судей для этих судов. Я понял ваш вопрос. Значит, вы понимаете, это, как говорится, естественно, только вскрытие покажет, но во всех странах Восточной Европы именно этот принцип замещения коммунистических судей практиковался. Именно этот. В первую очередь на место судей шли адвокаты. Вот. Но здесь с ним надо платить хорошие деньги. И суд должен... Ну, ещё должно быть целый ряд реформ суда. Опять же, на моём месте должен был сидеть Михаил Александрович Краснов, чтобы вам рассказать о реформе суда, который готовил документ по реформе суда, ещё будучи советником Ельцина. Вот. Мой хороший друг, и, в общем-то, он писал у нас этот раздел. Я не такой большой специалист. Но, в принципе, безусловно, необходима очень серьёзная реформа суда. Возвращение ко многим принципам, которые были постепенно отменены вот в течение начала 21 века. И, в частности, масса запятнавших себя судей, безусловно, никогда не смогли оставаться судьями. Никогда. Те, кто принимали заведомо неправосудные приговоры, они будут, понятно же, осуждены по соответствующим законам уголовных. Вы знаете, эти законы у нас есть. Они поддались давлению и так далее. Поэтому заменять всё равно придётся. Ну, а кем? Там уж будет видно. Я знаю, что многие и адвокаты, и не только адвокаты, но юристы, работающие во многих адвокатских конторах, не имеющие адвокатского статуса, они с удовольствием пошли бы с судьями. Это я знаю точно. Да, спасибо. Последние, наверное, два вопроса. Будем закругляться. Ну, Кравцов Глеб, у меня вопрос. Важно, чтобы собственность для демократических процессов, важно, чтобы собственность приносила доход. Правильно? Я так понял. Ну, желательно. Да. Ну, чтобы вопрос не мельчал. То есть это, чтобы не вернулось к какому-то перераспределению, а чтобы граждане стали собственниками, и чтобы они были заинтересованы в демократических процессах. Соответственно, у нас с 17-го года производственной собственности, наверное, ну, как таковой, ну, то есть земля не может, наверное, считаться сейчас производственной собственностью. Это где как? На юге, да? Согласен, что где как? На севере. Но основная производственная собственность, это, в общем-то, то, что сейчас у олигархов, наверное. Вот. И тут вопрос институции может как раз стать для, с точки зрения демократии, не столь важным, потому что он перейдет в плоскость как раз той собственности, ну, тех квартир, тех... Я понял. Да. Я понял ваш вопрос. Позвольте, я на него сразу быстро отвечу. Хорошо. Да, я понял. Вы... Еще небольшая, небольшая довеска. Если мы говорим о компенсации, то компенсация будет сродни той же раздаче благ от большевиков. Почему? Компенсация очень... Понял. Что касается компенсации, все крайне просто. Государство не уберегло собственность, она была захвачена большевиками, государство совершило, ну, если угодно, некачественный поступок само. Понимаете, государство должно было защищать собственность частных владельцев. Оно не защитило ее. Оно не защитило ее. Значит, соответственно, оно должно компенсировать то, что оно не смогло защитить. Поэтому компенсация необходима. Так же, как оно не защитило жизни людей, скажем, да, и людей убили. Вот, незаконно. Ну, будем исходить с того, что этот бандитский режим, он... Ему недостаточно оказалось сопротивление власть, которая должна была оказать ему сопротивление. Соответственно, мы как наследники для этого необходим государственный акт о правовом преемстве и правовой ответственности нынешней России в отношении дореволюционного российского государства. Этого акта сейчас нет, но он абсолютно необходим. Он есть во всех странах Центральной и Южной Европы. Понимаете? Вот. Это принципиальный акт. После этого уже не будут говорить судьи, что вы нам, путинские, привезите документы. Вот. Теперь, значит, что касается земли и стоимости. Вы знаете, это же все очень относительные вещи. Да, земля вне черноземья, сейчас ничего не стоит, если она далеко от города, она заросла бурьяном, но намного худшая земля в Финляндии приносит хороший доход своим фермерам. Значит, соответственно, если эта земля начнет культивироваться правильным образом, то она начнет приносить доход. Это не обязательно должен делать нынешний потомок собственников, он не умеет это делать, как правило, городской житель. Но он может сдать в аренду эту землю тому. Ну, так вся Латвия живет, так вся Латвия живет. Вся Латвия сейчас сдала в аренду свою бывшую сельскую собственность, потому что большинство людей переехало в города, тем немногим, кто хочет на современном уровне технологии вести сельское хозяйство, уже брюкву выращивать. Сейчас необходимо этих 20 крестьянских полей, 20 крестьянских владений соединить вместе, иначе трактор не будет работать. То есть это не лошадь. Но, естественно, он это не скупает, а арендует. И эти, я вас знаю совершенно точно, эти люди, живя в Риге и занимаясь там, там мой друг преподает в университете, он получает платежи рентные с той земли, которая арендует у него фермера, и на которой никто уже сейчас из них не живет. Но его бабка владела этой землей там в 19-м, начале 20-го века. И так построено все. И в России так в значительной степени может быть все построено. Там вы сдаете в аренду свою землю, какие-нибудь умелые люди, скажем, армяне, там делают овечье хозяйство, производят сыр, что и сейчас происходит. Да, и отлично, а это же ваша земля, теперь они платят не колрумпированным районным чиновникам, они платят вам намного лучше. Так, еще, пожалуйста. Последний вопрос. Михаил Михайлов. Андрей Борисович, спасибо за интересную лекцию. Ну, вот с собственностью на землю недвижимость примерно понятно. Там единственный сложный, на мой взгляд, вопрос, это вот это вот фонды для выплат допростойственным приобретателям. А что касается предприятий, вот в продолжении предыдущего вопроса, хотел бы спросить, что которые созданы в советское время, они сейчас вот, тот пример, который вы приводили с ЮКОСом и так далее, этой собственности не было до 17-го года, они были созданы силами труда многих людей в советское время. Что с этим делать? Вы только упомянули, что вот тем, кто трудился, нужно как-то дать. Но это не будет, если я вас правильно услышал, это не будет что-то похожее вот на то, что было там приватизационный чек, и это массовый собственник, он, как известно, неэффективный, то есть там этой собственности нужно уметь управлять и так далее. То есть большой, наверное, контрольный пакет там этих акций непонятно, стоит ли раздавать потом эти собственники в итоге, на каких условиях они, те, кто там работали, они не несли предпринимательского риска, то есть когда создавали, получали вроде бы за эту зарплату, чем они отличаются от других, ну в общем вот с этим. Значит, речь о том, те, кто получали нормальную зарплату, те, понятно же, на всех правах всех остальных граждан России. Те, кто как при строительстве Норникеля были заключенными, не получали ничего, но губили свою жизнь и силы задарма, но были при этом незаконно лишены свободы, те получают компенсацию за это их потопки, за это. То есть получают компенсацию в индивидуальном порядке те, кого принуждали к труду, кто был рабской семьей. Возможно, к этому надо отнести всех колхозников, потому что в сущности их также принуждали к труду до раздачи паспортов. Возможно. То есть опять же, это политическая воля, я пока вам высказываю некоторые, ну общие модели. Так поступили, кстати говоря, в той же Болгарии с теми, кто работали на Пиринских и выжили, я его там, где эти урановые рудники Пирина, вот то же самое. Им и их потомкам выплачивают компенсацию за этот труд. Но если это государственная собственность, созданная, ну как КАМАЗ, скажем, нормальным трудом свободных людей, которые пусть там платили им немного, но так всем платили в Советском Союзе, вот, то тогда это так называемая общенациональная собственность, на которую ты получаешь особый ваучер. Особый ваучер. Вот. Если эта собственность уже приватизирована, это другой разговор. Если она приватизирована, приватизирована законно, то порядка никого ваучера ты уже не получаешь. Но если это остается государственной собственностью, то ты получаешь ваучер, но именной, как в той же Чехии было, который ты можешь, ты имеешь право на некоторую небольшую долю собственности, созданной всем русским советским народом. И эту собственность, эту долю свою ты можешь использовать, как ты сам считаешь нужным, вложением этого ваучера в кое-то дело. Ну, у нас же была, понимаете, ваучерная приватизация из-за отсутствия именных ваучеров превратилась, ну, в общем, по большому счету, в обман полный. А вот теперь это должно быть по таким западным, по центрально-европейским сценариям проведено. Если это ты обычный, то есть каждый из нас получит как бы два, почти каждый из нас получит два бонуса. Первый бонус – это права на какую-то часть собственности предков, реституция. Вторую часть – это права на какую-то часть общенациональной советской собственности, или если она существует пока, до сих пор в собственности государства. Если же это приватизированное предприятие, ну, скажем, кондитерская фабрика Эйнэм, Красный Октябрь, да, то в ней, или у меня был такой вот случай, я о нем рассказывал несколько раз, еще в начале 2000-х годов меня неожиданно пригласил к себе очень крупный, я же не помню его фамилию, но легко найти, наверное, какой-то человек, который купил, который приватизировал ленские золотые прииски, те самые, на которых были, естественно, эти известные события дореволюционные. Вот, ну, естественно, это был очень богатый человек, но он, зная мои занятия в этой области, он говорит, я вот вас пригласил, хочу узнать, как мне быть. Мне, говорит, все продать, пока не поздно, и уехать за границу, или, в общем, все это продолжать эксплуатировать и передать своему сыну. Но вы, говорит, реституция, и тогда, значит, я не имею никаких прав на это. Я говорю, почему не имеете никаких прав? Вы имеете права. Вы имеете права за вычетом той части собственности, которую имела эта бельгийская компания, которая владела этими приисками, которые были конфискованы большевиками. Во сколько вы оцениваете эти первичные права? То есть это земля, да, земля, это первичный вложенный капитал. Вот лейбл, кстати говоря, тоже не последнее дело. Он говорит, я оцениваю это примерно в 12% от стоимости. Реально. Он говорит, а какой, говорит, процент, вот, созданный зэками? Ну, вот, говорит, это еще, говорит, процентов, говорит, 40. Остальное, говорит, это уже создано после свободным трудом. Ну, говорит, то, что создано свободным трудом, и то, что вы купили, вы на это имеете право. То, что создано зэками, вам, видимо, придется частично это акциями передать потомкам. А то, что создана бельгийская компания, эти 12% вам, видимо, придется, да, она существует, эта компания существует сейчас. Вам, видимо, придется ступить с ней в какое-то соглашение и как-то с ней договариваться. Вот. Вот это было правильное решение. Я, говорит, понял, я все продам и уеду. Что он и сделал. И глядя на то, что он сделал, я думаю, что он поступил в отношении не будущего, а нынешнего режима абсолютно правильно. Спасибо огромное. Давайте поблагодарим Андрея Борисовича за столь интересный и очень важный разговор. Действительно, на эту тему не так много материала, поэтому и много людей пришло, и очень множество вопросов. Спасибо всем, кто пришел. До новых встреч. Спасибо.